Пенсии будут считать по новому. Форуму расчета обнародовал министр труда и социальной политики на видеоконференции с ивановскими коллегами. Раньше упор был на взносах за обязательное пенсионное страхование. Сейчас ставка на белую зарплату и продолжительность трудового стажа. На обкатку закона этот и следующий год. Новая формула будет, как нам представляется, давать больше шансов сформировать нормальную пенсию для среднего класса. Поэтому предусмотрено, что налогооблагаемый порог заработной платы будет повышаться. Повышающий коэффициент к пенсии получат те, кто проработал на 5-10 лет больше нормы. Новые правила учитывает также службу в армии и уход за ребенком. В законе они называются страховыми периодами и за них устанавливается определенный процент от заработной платы. За 85 пенсионных процентов за каждую год срочную службу. Мы предлагаем дифференцировать размеры учителей и страховых периодов для женщин. Так, за первого ребенка предлагается основить из хозяйств одного года 0,85 пенсионных коэффициентов, за второго ребенка соответственно 1,7 коэффициента и за третьего ребенка 2,55 пенсионных коэффициентов. В новой системе начисления пенсий многое зависит от самого человека. Каждый теперь должен отстаивать свои пенсионные права. До 1 октября этого года можно подать заявление в органы пенсионного фонда на вступление в программу софинансирования пенсии. Государство внесенную сумму увеличит вдвое. Лицам, застрахованным в системе обязательного пенсионного страхования 1967 года и моложе, нужно определиться, где формировать свои будущие пенсионные накопления. То есть они имеют право на накопительную часть пенсии. Либо промолчать, тогда 2% у них остается на накопительную часть пенсии, а 4% уйдет на распределительную систему, то есть на страховую ее часть. Теперь узнать, какая старость впереди, может любой желающий. На сайте пенсионного фонда работает специальный калькулятор. В режиме онлайн он посчитает, какая сумма на настоящий момент положена человеку с учетом службы в армии, декретом и размером белой зарплаты. Мария Авдеева, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.